В рамках Дня российских студенческих отрядов на базе Центра опережающей профподготовки Мурманской области состоялся форум «Труд-крут». Более 200 школьников, студентов и молодых специалистов пообщались с работодателями из разных сфер. На ярмарки вакансий побывала и наша коллега Анна Шинкаренко. Тот самый момент, когда в живом формате смогли пообщаться работодатели и соискатели. Некоторые из участников форума «Труд-крут» состоят в студенческих отрядах. Они работают проводниками, педагогами, строителями, а также в трудовых отрядах и сервисном направлении. На своей точке рассказывают о деятельности сообщества и истории основания отделения. Наша цель, как российских студенческих отрядов на данном мероприятии, показать, что на любую вакансию, на любую работу веселее устраиваться в компании единомышленников и проходить этот путь всем вместе. А для студентов, которые не примкнут к нашему сообществу, мы даем дополнительную возможность поиска работодателя и без нашей организации, так как у нас агитация довольно экологичная, мы никого не принуждаем. Другая часть – это студенты учебных заведений, которые выбирают компании по разным критериям. Мы познакомились с Александром Малининым. Он будущий строитель. Учится на первом курсе в МГТУ. Норникель – достаточно интересная компания. Потом МЭС. И еще также смотрим, присматриваемся. Мурман Энергосбыт не только самая крупнейшая теплоэнергетическая компания в Заполярье, но и самая яркая на этом форуме. Ребята могут взять телефон, отсканировать QR-код и напрямую обратиться к HR-специалисту по необходимым вакансиям. В МЭС работают около 4000 сотрудников. Обеспечивают теплоснабжением 28 населенных пунктов. Наиболее актуальные специальности – это слесари, электромонтеры, электрогазосварщики и инженеры. На форуме представители Мурман Энергосбыта рассказывали ребятам о компании, социальных гарантиях и активной корпоративной жизни. А также вручали брендированную продукцию. У нас очень много большой штат сотрудников, поэтому также много вакансий, много что можем предложить. И очень хотим видеть новые лица, молодых ребят, которые только заканчивают университет, в том числе колледж. Поэтому сегодня надеемся таких ребят встретить. Заинтересовался их вакансией и Артем Брагин – студент МГТУ. Он тоже будущий строитель, пошел по стопам отца. В этом году оканчивает обучение и находится в поиске работы. На форуме Артем заполнил анкету и будет ждать звонка. Мурман Энергосбыта заинтересовала своим производственным техническим отделом. Именно там есть отдел капитального средства ремонта. И хотелось попробовать себя там реализовать, попробовать поработать, посмотреть это изнутри. На форуме презентовали свои вакансии 10 работодателей. Участники прослушали лекции чар-специалистов и профессиональных коучей на тему финансовой грамотности. Создание предпринимательского проекта, трудоустройство несовершеннолетних и профессий будущего. В событии приняли участие и сотрудники Центра занятости населения в Мурманской области. Хочется сказать, что на самом деле мероприятие такое интересное. Я считаю, что оно очень значимое. Потому что, как вы видите, у нас будет много активностей разных. И прямой диалог все-таки работодатель-соискатель. Это очень важно. Ну и мы надеемся, что это поможет некоторым ребятам, которые здесь будут присутствовать, все-таки первый этап пройти, самоопределение в будущем профессии, потому что это очень важно. Ну и наладить определенные контакты. Организаторы надеются, что такие встречи будут полезны и для будущих специалистов, и для компаний. Анна Шинкаренко, Данила Клепиков, Арктик ТВ. Данила Клепиков, Арктик ТВ